Сегодня началось оглашение приговора по делу о крушении самолета Ту-134 под Петрозаводском. В авиакатастрофе, которая произошла в июне 2011 года, погибли 47 человек. На скамье подсудимых находятся двое бывших сотрудников аэропорта Петрозаводск и федеральный чиновник Росавиации. По версии следствия, именно эти люди отвечали за безопасность полетов и поэтому должны понести ответственность за крушение лайнера. Процесс идет в Прионежском суде. Приговор троим фигурантам судья зачитывала в течение нескольких часов. Решения суда ждут. Эдуард Войтовский, начальник управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Росавиации. Бывший начальник аэропорта Петрозаводск Владимир Шкарупа и бывший руководитель метеостанции аэропорта Владимир Пронин. Ранее гособвинение запросило для Войтовского 6 лет колонии поселения, для Пронина и Шкарупы 5 и 5,5 лет соответственно. По версии следствия, федеральный чиновник Войтовский незаконно сертифицировал метеорологическую деятельность аэропорта, оснащенного непригодным для работы оборудованием. Шкарупа и Пронин, являясь работниками аэропорта, взаимодействовали с экипажем самолета и несли ответственность за безопасность полетов. В день катастрофы пилот не получил достоверного прогноза погоды. Лайнер попал в сложные метеорологические условия и потерпел крушение. Шкарупу и Пронина обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, а Войтовского – в халатности. Завтра в Прионежском суде продолжится зачтение приговора.